Продолжение следует... 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 Наличием крупных предприятий, крупных потребителей электроэнергии. Опять же, если с одной стороны у нас есть крупные предприятия, это Урал и, скажем, Западная Сибирь, с другой стороны у нас есть, например, южные регионы, где достаточно много отдельных домохозяйств, то, наверное, во втором случае, наверное, очень было бы перспективно, и Росатом, кстати говоря, этим занимается альтернативными источниками, это солнечные панели, то есть достаточно большое количество солнечных дней, хороший климат и нет потребности в больших, высококонцентрированных источниках энергии. Поэтому вот некие сбалансированные развития регионов в зависимости от условий региона, скорее всего, это является неким выходом, то, что нам нужно, то есть не рубить с плеча, не говорить, что мы все должны сделать, исходя только из, например, ветровой и солнечной энергетики, минимизировать углеводородную, а вот в зависимости от региона развивать некий баланс различных энергоносителей. Ну вот тоже интересные цифры, такие глобальные, это производство атомной энергии, значит, терават-час, и вы видите, на самом деле, что вот несмотря на, ну, две серьезных аварии, запроектных аварий, которые произошли, это Чернобыльская авария, 386 год, и Фукусима, 2011, по-моему, да, значит, вы видите, что после Чернобыля фактически вообще не произошло уменьшения в производстве атомной электроэнергии по миру, а после Фукусима оно действительно сильно упало, и многие страны, они целиком сейчас отказываются от атомной энергетики, ну, прежде всего, к Германию можно привести. Но если мы посмотрим в целом на мир, то мы сейчас, к 2019-2020 году, мы фактически восстановили тот уровень, который у нас был до аварии на АЭС Фукусима. Что еще очень важные, очень важные вещи, которые я хотел бы, ну, вот это тоже соотношение сейчас на данный момент между различными источниками, значит, что важно, что тоже такие интересные цифры для общего развития, о том, что первый коммерческий реактор был запущен в 1950-х годах, если мне память не меняет, в Евразии это Обнинская атомная электростанция, в 1953-й год, то есть это значит, что те проекты, которые осуществляли страны и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки в области создания ядерного оружия, те технологии, которые тогда существовали, которые разрабатывались, технологии по добыче урана, технологии по его обогащению, по облучению, по радиохимической технологии, по переработке облученных материалов, они же фактически и стали основой тех мирных технологий, мирного атома и, соответственно, используются на самом деле до сих пор. То есть вот это развитие военное и развитие мирного атома, оно фактически шло практически параллельно, основываясь на тех же самых фундаментальных химических, инженерных, технологических принципах. 440 реакторов сейчас обеспечивают, ну, чуть больше, чем 10% мировой выработки электроэнергии. Атомная энергетика является вторым по объему низкоуглеродным источником, то есть если мы говорим о низкоуглеродных, это треть, значит, практически треть на 2018 год из всех низкоуглеродных источников. То есть просто отказ от атомной энергетики, понятно, что это огромный вызов для экономики самых разных стран отказаться сразу сходу от, условно говоря, в среднем, от третьей низкоуглеродных источников. Более 50 стран в той или иной степени используют атомную энергию. Это не значит, что это только коммерческие реакторы, это могут быть исследовательские реакторы, это могут быть какие-то системы для облучения и так далее. Более 50 реакторов строят. Вы видите, здесь соотношение между различными частями света. И здесь, конечно, очень амбициозные планы у азиатских стран и по количеству реакторов, и по тому, какие типы новых реакторов строятся. Это и Китай, и Индия, и многие другие страны. Ну и надо сказать, что это одна из таких немногих отраслей, где Россия имеет очень большие конкурентные преимущества по сравнению со многими странами. Большое количество реакторов строится за рубежом, реакторов тепловых, реакторов водно-водяных, которые, соответственно, показали свою безопасность во многих странах, их эксплуатации в течение десятилетий. Еще важные цифры, это же экономические. Согласно данным Международного энергетического агентства, значит, Nuclear International Energy Agency, стоимость производства электроэнергии для Китая, одна из самых быстрорасущих экономик, соответственно, потребность в электроэнергию очень высокая. От ветровой, которая располагается на суше, солнечной и ветровой, которая располагается в море, вышки, соответственно, ветряки, выше на 16, 50 и 140 процентов, чем себестоимость киловатт-часа, выработанной на ядерной электростанции. Ресурсная составляющая очень важна. Вот мы видим, как у нас в зависимости от политических глобальных изменений в мире у нас меняются, насколько волатильные цены на углеводородное сырье. Сегодня уже больше 100 долларов за баррель нефти. И, естественно, это тут же отражается на себестоимость электроэнергии, выработанной на углеводородных станциях. Так вот, ресурсная составляющая такова, что стоимость урана, то есть сырья, составляет около 5% от себестоимости атомной генерации. То есть основу там составляет капекс, то есть вложение в саму инфраструктуру, которая на самом деле функционирует в течение десятилетий. По сравнению с 75% стоимости энергоносителей в углеводородной генерации. То есть вот соотношение, оно очень важно. То есть мы с помощью атомной генерации, мы можем фактически по постоянным ценам, прогнозируемым ценам генерировать электроэнергию и прогнозировать это в течение достаточно длительного времени. Гигиеническая такая очень важная вещь, которая достаточно хорошо известна, средняя годовая доза населения, живущего около ТЭЦ на угле, ну понятно, угли бывают очень разного качества, но вот средняя годовая доза населения, живущего около ТЭЦ на угле, примерно на 40% выше, чем у населения, живущего около атомной электростанции. Речь, конечно, идет здесь об аварийной эксплуатации атомных электростанций, я здесь не рассматриваю Чернобыль, Кусиму и так далее. Это с чем связано? Это с тем, что связано, что при горении углей образуются вот эти субмикронные частицы, в том числе такие фуллереноподобные, просвечивающие электронные микроскопии. И вот удивительно, наночастицы оксидные, такие как урану-2 плюс Х, оказываются инкапсулированы внутри вот этих вот фуллереноподобных структур, которые образуются при горении углей. И дальше что происходит? Вот эти субмикронные частицы, они легко диспергируются в воздухе, ими дышат люди, они, соответственно, легко попадают в легкие. И, ну и помимо, соответственно, того, что плохо они выводятся, естественно, это и дозовая нагрузка как раз, уран, продукты распада, потому что речь идет не только, естественно, об уране, а обо всех тех радионуклидах, в которых он распадается. Ну и плюс ко всему прочему, уран, естественно, является тяжелым металлом, и есть хорошо его поглощение внутрь, в том числе с дыхаемым воздухом. Так что напомнить просто очень кратко, потому что это базовые вещи, это все можно прочесть в учебниках. Значит, в чем основа ядерной энергетики, что у нас есть нечетный изотоп, скажем, 235-й уран, 239-й плутоний и так далее, захватывается нейтрон тепловой, то есть с невысокой энергией, образуется вот этот компаунд-ядро 236-го урана в высокоэнергетическом возбужденном состоянии. Дальше две альтернативы. Одна альтернатива – это снятие вот этого возбуждения с этого компаунта ядра 236-го урана, развал его на два осколка с выделением числа нейтронов близким к двум. Ну, реально даже больше, чем два. Вот здесь внизу написано, какое число нейтронов выделяется. Вот эти нейтроны, они делят последующие атомы урана, то есть он образуется такая цепная реакция. А вторая альтернатива – это ядерная реакция, когда испускается просто гамма-квант, то есть фактически мы захватываем нейтроны, и 235-го урана образуется 236-й уран. И вот, соответственно, вот первая альтернатива, когда развал ядра, нейтроны индуцированные, развал ядра на два осколка и, соответственно, с выделением числа нейтронов близких к двум, больше, чем два, это и составляет основу ядерной энергетики. Вы контролируете нейтронные потоки и, соответственно, вы можете контролировать вот эту реакцию деления. Вот, соответственно, при ядерном взрыве, за тот же самый процесс, там фактически вот эта самопроизвольная цепная реакция, которую ничто не сдерживает. Поэтому это приводит к тому, что лавинообразно развивается этот процесс в момент детонации, выделяется огромное количество энергии, в реакторе выделяется огромное количество энергии, но там, соответственно, мы контролируем вот эту цепную реакцию, отводим тепло, ну и дальше все то же самое. То есть там парогенератор, турбина и, соответственно, вырабатывается электроэнергия. Все было бы очень хорошо с атомной энергетикой, если бы не было вот этого развала ядра, который приводит к образованию продуктов деления. И вот они таким образом, в зависимости от массы, они распределяются. Вот вы видите, здесь масса максимум двухгорбая, такая кривая классическая, около 140, около 90. Вот когда нам говорят, радиоактивные цезии, это не что иное, как цезий-137, который попадает на вот второй максимум. Радиоактивные стронцы, это не что иное, как стронцы-90, который попадает на этот меньший максимум. Вот и то, что образуется фактически по большей части, за редким на самом деле исключением, вот эти ядра, в которые развалился уран, они являются радиоактивными отходами. Они не позволяют топливу бесконечно долго эксплуатировать. Мы должны выгружать топливо из реактора, мы должны каким-то образом, либо топливо уже никаким образом, в смысле, захоранивать его, то есть топливо воспринимается как радиоактивный отход, с ним ничего не делается. Либо мы можем выделить вот эти продукты деления, вот эти осколки, а дальше вернуть оставшийся уран, а большая часть урана, больше 95%, оно остается не сгоревшим, не прореагировавшим. Мы можем опять его вернуть в энергетику, опять вернуть его в реактор. Таким образом, мы частично замыкаем, с точки зрения использования урана, полностью замыкаем ядерный топливный цикл. Ну и дальше вот то, о чем я говорю. Ядерный топливный цикл. Ядерный топливный цикл – это все процедуры, начиная от добычи урановой руды, производства топлива, эксплуатации его на атомной станции, а дальше две альтернативы. Видите, один – это как раз добыча, производство топлива, дальше идет на станцию, а дальше две альтернативы – стрелочка-2 или стрелочка-3. Вот если стрелочка-3, то мы просто то топливо, которое есть, мы выгружаем и его каким-то образом храним. Ну и в перспективе захораниваем, то есть где-то изолируем от среды обитания человека. Мы ничего с ним не делаем. А стрелочка-2, она приводит к тому, что мы отправляем это топливо на переработку, мы выделяем оттуда полезные компоненты, прежде всего тот уран, который там остался, опять же, я повторю, большая часть, абсолютно большая часть, 95 и больше процентов. Дальше опять из него делаем топливо, которое опять можно послать в реактор. Вот таким образом две альтернативные концепции. Причем разные страны в зависимости от каких-то, наверное, возможностей технологических, в зависимости от того, как когда-то в свое время были приняты какие-то национальные проекты, они идут по разным направлениям. Скажем, Соединенные Штаты Америки – это открытый цикл, то есть когда мы выгружаем топливо и ничего не делаем, то есть там, где циферка-3, стрелка. А Франция – это циферка-2, то есть переработка. Вот мы тоже идем по пути переработки, то есть выделение полезных компонентов, прежде всего урана, с возвратом его, соответственно, в энергетику. Другое дело, что в случае открытого цикла, стрелочки-3, у нас получается, что топливо, отработавшее, которое выгружается из атомного реактора, оно фактически является отходами. С ним ничего не происходит, мы его изолируем, мы должны изолировать человека, биосферу, окружающую среду от этого топлива, от его пагубного воздействия. А в случае, если мы замыкаем цикл, если мы выделяем уран, то у нас образуются радиоактивные отходы, это вот эти продукты деления. То есть в любом случае на стадиях при работе не только атомных электростанций, а вообще всего ядерного топливного цикла у нас образуются те или иные радиоактивные отходы. И это именно является основной проблемой в развитии атомной энергетики. А вот чтобы вы понимали, о каких временах, я вот тоже студентам это часто показываю, это на самом деле очень демонстрационный, такой правильный слайд, который демонстрирует то, ну вот смотрите, это вот токсичность, радиотоксичность, она фактически пропорциональна радиоактивности во времени. Вы видите, какие шкалы времен. 10-6 степени, 10-7 степени. То есть огромная шкала времен. И вот фактически вам для того, чтобы захоранивать вот это топливо, вот Total – это общее топливо, которое мы выгружаем из реактора. Вам нужно, чтобы в протяжении вот этих огромного количества лет, 10-6 степени лет сейчас в Европе принято, миллион лет, вы можете себе представить, вы должны гарантировать вот это безопасное захоронение. Ну понятно, что это сложнейшая совершенно, значит, процедура, то, что называется performance assessment, да, то есть оценка безопасности, которая основана на геологии, на геохимии, на инженерных науках и так далее. Ну в моем случае, представляете, прогнозы делать на миллион лет – дело сложное, я вам так скажу, да. И именно по этой причине пока нет ни одного лицензированного постоянного хранилища, постоянного хранилища вот этого от рабочего ядерного топлива. А дальше где начинается химия, чем она важна и интересна? Вот смотрите, мы что-то можем выделить из топлива. Например, изотопы плутония. Видите, как упала вот эта, значит, пунктирная линия. А вот так будет, если мы выделим изотопы америция. А вот так будет, если мы выделим изотопы нептурия. То есть мы вот эти изотопы вместе с ураном исходным, мы можем опять замешать в топливо, опять можем направить в реактор. И у нас остается фактически из продуктов деления только йод долгоживущий и технеций. Их общая радиоактивность меньше, например, чем радиоактивность урановых месторождений. Это уже все-таки совсем другая история. А основную активность составляют стронцы 90-30 и 137. Но период полураспада у них всего 30 лет. То есть мы от миллионов лет, от миллиона лет переходим к необходимости доказательства безопасного хранения на протяжении, скажем, 300 лет, 10 периодов полураспада, когда полностью распадутся вот эти цезии и стронцы. Это совсем уже другая история с точки зрения надежности предсказаний, с точки зрения денег, с точки зрения создания вот этой надежной инфраструктуры. Ну вот все то же самое я повторю еще на других картинках, которые касаются нашей страны. Вот смотрите, что здесь. Вот то же самое. Добыча урана. Дальше фабрикация топлива, обогащение и фабрикация топлива. Дальше тепловыделяет ТВС. Тепловыделяющая сборка поступает на АЭС. Дальше АЯТ, отработавший ядерное топливо. Дальше вот хранится. Хранится ждет, пока, соответственно, вот не будет лицензировано постоянное хранилище, могильник фактически в глубинных формациях, да, на глубине, там, скажем, 500 метров, километр, каких-нибудь кристаллических породов, гранитах, базальтах, водоненасыщенная, где сейсмо неактивный регион и так далее, и так далее. Вот это вот типичный пример открытого ядерного топливного цикла, когда с топливом ничего не происходит. Дальше что происходит? Вот у нас частично, значит, до последнего времени этот цикл был замкнут. То есть отработавший ядерное топливо, которое поступает из реактора, оно поступает на комбинат, из него выделяется уран, и уран опять, из урана делается тепловыделяющая сборка, и опять возвращается в энергетику. А вот это то, как выглядит сейчас, после того, как запущено, соответственно, производство, так называемых, МОКС-топлива, это смешанно-оксидное топливо, когда утилизируется не только уран из отработавшего топлива, но еще и плутоний. Вот я вам показывал сейчас, когда мы начинаем выделять плутоний, нептуний, америцей. Вот мы можем делать вот эти смешанно-оксидные топлива, которые тоже могут эксплуатироваться на атомных электростанциях, в том числе на атомных электростанциях с быстрыми нейтронами. Ну и дальше разрабатывается у нас еще вот сверху, видите, стрелочка тоже добавилась, это так называемый ОДЦ, опытно-демонстрационный центр на горно-химическом комбинате под Красноярском, где разрабатываются новые технологии, глубокой инновационной технологии переработки вот этих отработчиков ядерного топлива. То есть это фактически как мини-завод, который сейчас там строится активно, здание уже построено, уже там начинаются испытания различных технологий. И дальше вот здесь светло-голубым, это то, что надо создать в будущем. Вот смотрите, по новым технологиям что предполагается? Что мы будем вот этот уран-плутоний тоже возвращать в энергетику, мы из них будем делать топливо. С другой стороны, МА, что такое? Это минорактинин, это прежде всего Нептуния, Меритс и Кюрии. Они будут дожигаться, то есть отсылаться в реактор-мусорщик, так называемый реактор-мусорщик, который их будет делить. То есть когда мы имеем дело, например, с Нептунием, период полураспада 2 миллиона лет, мы его помещаем в реактор, где он облучается нейтронами, и он разваливается на те же самые осколки. Осколки в основном это значительно в большей степени короткоживущие радионуклиды. И дальше у нас образуются вот эти высокоактивные отходы, которые уже захораниваются. То есть мы опять же переходим от очень длительного хранения, от очень длительно гарантированной безопасности в миллионах, мы переходим к хранению только продуктов деления. Уже речь идет о сотнях лет. Вот она экономика, основанная на, соответственно, на современных химических, радиохимических технологий. Дальше что происходит? Дальше вот нам нужно захоранивать те или иные компоненты. И как это делается? Ну вот я начал частично вам говорить. Делается это все в глубинных формациях, там, где не живут люди, на большой глубине, там 500 метров, сотни метров, да, там до километра, может быть. Это штольни делаются. Штольни, соответственно, там всяческое всестороннее геологическое, геохимическое исследование, там не должно быть трещин, это должна быть не сейсмоактивная зона, она не должна затапливаться подземными водами, должна быть большая устойчивость вот всех этих структур. Дальше туда погружаются радиоактивные отходы в каком виде? Они включаются в состав так называемых матриц. Матрицы могут быть самые разнообразные по своей природе. Это могут быть битумы, это могут быть цементы, это могут быть стекла, это могут быть минералоподобные матрицы. То есть это некие структуры, просто в которые подмешиваются радиоактивные отходы. Дальше предполагается, что если произошла какая-то все-таки форс-мажорная ситуация, что вода затопила это хранилище, то вот эта матрица, она не должна растворяться в воде в достаточной степени. То есть она не должна высвобождать вот эти вот компоненты. Ну вот здесь, скажем, примеры минералоподобных матриц, кристаллических структур, где на фоне, соответственно, обычных нерадиоактивных, натрий может быть заменен на цезией радиоактивной, кальций на стронций и так далее. Редкоземельные элементы, соответственно, могут быть представлены соответствующими радиоактивными редкоземельными элементами, ну и так далее, и так далее. То есть вот получаются такие матрицы, основу вот вы видите разные, где, соответственно, подмешиваются радиоактивные отходы. Дальше это погружается все в некие емкости из, значит, сверхпрочных материалов, слабо коррадирующих. И дальше все это помещается в штольни, в эти подземные, и штольни засыпаются еще с аркционно активными материалами, то есть материалами, которые на случай все-таки, опять же, какого-то форс-мажора способны уловить радионуклиды, которые будут поступать из этих матриц. То есть формируется такая многоступенчатая, многостадийная система барьеров, многобарьерная система защиты. В любом случае, опять же, я вернусь о том, что если мы с вами говорим все-таки о миллионах лет, то какая бы ни была надежная система, многобарьерная, доказать это достаточно сложно на протяжении таких больших периодов времени. Если мы с вами говорим о сотнях лет, то это уже совсем другая история, и сделать это намного проще. А дальше вот какие важнейшие такие материаловические исследования. Что происходит постепенно? Там есть радионуклиды. Радионуклиды самые разные. Там могут попасть альфа-излучатели с высокой линейной передачей энергии, то есть которые передают огромное количество энергии на очень коротком траектории движения той или иной частицы. И происходит их постепенная аморфизация. Вот вы видите, вот как, например, исследуется вот эта аморфизация. Можно разные эксперименты, можно их сварить, такие матрицы, и просто смотреть. Но, понимаете, даже если мы с вами говорим о сотнях лет хранения, ну сколько вы можете эксперимент делать? Ну, там несколько лет. Вы все равно вряд ли сможете прийти к временам, которые соизмеримы с тем, что полку вам нужно хранить. А есть другая альтернатива? Вот такое ин-ситу исследование, когда ионный пучок. Ионный пучок – это фактически некая модель радиоактивного распада внутри матрицы. То есть образец облучается в ускорителе ионным пучком тяжелых ионов, например, аргона. И эти ионы аргоны, они моделируют вот эти процессы внутреннего облучения, которые происходят в этих матрицах. Дальше мы смотрим. Вы видите А, Б, С, Д, Е. Вы дальше видите там внизу какие дозы. И видите, вот это картинки электронной дифракции, то, каким образом при увеличении дозы постепенно происходит аморфизация. То есть переход из кристаллического состояния в аморфное. Я вначале сюда, значит, щелкну, что приводит к аморфизации. А что это… Почему это так важно? А важно это потому, что скорость растворения в случае перехода в аморфное состояние значительно, вы видите, порядки величины выше, выше, чем в том случае, если мы имеем дело с кристаллической породой. Вы видите, вот белое, да, уровни растворения, растворения, скорости растворения, вернее, в граммах на квадратный метр в день и, соответственно, кристаллических различных. То есть аморфизация является плохим процессом, который уменьшает нашу безопасность и увеличивает вероятность поступления радионуклидов в воду. А вода, как вы понимаете, это погружающая среда, это система водоснабжения, это водоемы, это разгрузка подземных вод в различные реки и так далее. Ну и вот дальше тоже важная такая, вот важная такая картинка, это вот различные, опять же, матрицы, которые могут быть использованы для инкапсулирования, включения радиоактивных отходов. И вы видите, что вот критическая доза, да, в замещениях на атом критической доза аморфизации. Вы видите, что при малых температурах они все более-менее одинаковые. При повышении температуры вот эти дефекты радиационные начинают залечиваться. И вы видите, что при температуре хранилища, скажем, около 400 градусов, если мы говорим с вами о высокоактивных отходах, эти матрицы, вы видите, количество замещений на атом, DPA, значит, вы видите, меняются во многие-многие разы. То есть вот сами условия хранилищ, они фактически благоприятствуют увеличению радиационной стойкости этих матриц за счет высоких температур. Какие еще важнейшие, вообще говоря, вещи стоят перед учеными, химиками, материаловедами, инженерами уже сейчас? Ну, вот одну проблему я обрисовал, это фактически выбор стратегии того, как обращаться с ядерным топливом, как выделять из него те или иные компоненты и как их захорамивать, какие матрицы применить, как создать систему инженерных барьеров, так, чтобы нашим потомкам не оставить соответствующие наследия. А вторая важнейшая проблема это вывод из эксплуатации тех объектов, но это условно называется, принято назвать объектами накопленного экологического вреда. Что это такое могут быть? Это могут быть загрязненные территории, какие-то водоемы, почвы. Это могут быть и объекты какие-то. Да, это объекты, которые отслужили свой срок и, соответственно, эти объекты являются радиоактивными или части из них являются радиоактивными. И вот важнейшая технология, технологии, связанные с вот их выводом из эксплуатации, то есть очисткой фактически тех или иных территорий. Вот эта картинка, это вот на самом деле картинка, где располагается производство объединения маяк. Вот, если, не знаю, мышка у меня видна или нет, вот значит вот слева в верхнем углу вот здесь видно такое вот дома, это вот город Озерск, населенный пункт с большим количеством жителей, там, если мне память, это около 30 тысяч населения. И вы видите, вот какие огромные водоемы. Вот водоемы, которые находятся в центре и туда направо, да, вот такие крупные водоемы неправильной формы, это на самом деле резервуары, в которых когда-то сливались радиоактивные отходы. Вернее, там была когда-то река, после этого реку расширили, значит, в реку сначала сливались радиоактивные отходы, но это, естественно, там конец 40-х, начало 50-х годов, когда, естественно, нужно было срочно создавать ядерное оружие. Речь шла вообще не просто о государственном суверенитете, а о существовании, вообще говоря, страны. И потом вместо реки, вместо русла рек, вот русла расширили, сделали вот эти водоемы, скорость течения реки, скорость течения воды в этих водоемах резко упала, и пока радиоактивные отходы находились в этих водоемах, большая часть из них распадалась. Сейчас это замкнутая система, здесь существует система ДАМ, то есть она уже не сливается в открытую гидрографическую сеть, но эти водоемы существуют. Здесь вот есть более маленький, вот такой, видите, треугольничек водоем, да, и так далее, старое болото, вот там радиоактивность существенно больше. Вот от него чуть левее внизу, вот там вот еще такая вот дорожка, значит, это, если вы видите, вот такой маленький, а это не что иное, как озеро Карачаи, которое уже закрыто, которое выведено из эксплуатации. Вот Карачаи, это является одним из самых, если говоря, самый загрязненный объект, водный объект на территории Земли. То есть это фактически водоем, в который, ну, старое, болото, там небольшой водоем по размерам, куда поступало, я просто вот напрямую высокорадиоактивные отходы. Опять же, речь идет о, там, ну, программах, которые реализовывались, там, в 50-х, 60-х годах, на самом деле, в 70-х. Что с этим делать, да, то есть, опять же, материаловическая задача, связанная с тем, каким образом это очистить. Объемы огромные, да, то есть это должно быть что-то экологичное, то есть то, что по-английски называется environmentally friendly, то есть мы не должны одновременно создавать большое количество вторичных отходов. Материалы и технологии, которые используются, не должны приводить к загрязнению окружающей среды и должны быть эффективными и дешевыми, естественно. Вот один из примеров, это углеродные наноматериалы. Вот оксид графена, например. Ну, не знаю, сколько подробно здесь надо говорить о том, что такое оксид графена. Напомню просто, что это, вот есть графит, да, если мы по одной чешуйке толщиной в один слой атомный начнем вот как бы их стесывать, это как раз будет не что иное, как графен. А оксид графена это, соответственно, окисленная субстанция, сильно дефектная, в которой много вот всяких дырок, и она вся декорирована различными кислородсодержащими группами. Ну, вот это такая условная модель, да, тех групп, которые, соответственно, могут быть, могут быть, могут присутствовать. Гидроксильные, эпоксидные, карбоксильные, фенольные и так далее. То есть, на самом деле, оксид графена это полупродукт, очень дешевый полупродукт получения графена. Значит, из различных методов получения оксидов графена, значит, ну, вот один из, там, известных, по-мингу, Духаммера, то есть, это кислотная обработка в присутствии марганцовки, графита, значит, серная, фосфорная кислота, концеррия, где вот происходит вот это как раз расслоение графита и одновременно вот это поверхностное окисление. Понятно, что все вот эти кислородододержащие группы, они являются крайне эффективными с точки зрения поглощения тех или иных патионов, прежде всего, жестких патионов. И понятно, что здесь вряд ли стоит ожидать какой-то селективности по отношению к каким-то патионам, но зато при очень низкой цене, при дружелюбности по отношению к окружающей среде, они обладают очень высокой эффективностью, потому что эффективность чем определяется? По свободной поверхности, вот эти листочки графена в один слой атомный, да, они могут быть достаточно большими с точки зрения поверхности, это могут быть микронные размеры, а вот если мы будем, значит, оценивать удельную свободную поверхность, то это там три и больше тысячи квадратных метров на один грамм вот этого материала. И вот с огромным изобилием вот этих вот кислородсодержащих кислородсодержащих группы. Ну и вот тоже вот извлечение, да, вы видите, в очень широком диапазоне ПАЖ, то есть в диапазоне условий, в которых вот эти водоемы существуют, вы видите, что это количественное извлечение очень многих опасных плутоний, амирица, Европе, урана и так далее, то есть при ПАЖ можем извлечь эффективно, количественно, можем извлечь те или иные компоненты. У нас с вами выглядит это очень здорово, то есть у вас есть раствор загрязненной воды, который фактически не окрашен, у вас есть опять же слабо-слабо окрашенный раствор оксида графена, вы сливаете эти растворы и дальше выпадает осадок, который вы можете отделить методами микрофильтрации, ультрафильтрации, обратного осмоса и так далее. Что происходит? Почему вот эти хлопья выпадают? Они выпадают потому, что вот эти листочки оксида графена, они начинают опять схлопываться вместе за счет того, что металл координирует группы кислородсодержащие различных вот этих вот чешуек, да, вы видите вот на картинке, как это представлено. То есть это еще и простота с точки зрения технологического применения выделения вот этих вот, значит, выделения вот этих вот опасных компонентов. Ну, как это может быть использовано, тоже вот это, то, что называется вот tea bag approach, то есть подход как с чайным пакетиком, когда у вас есть какая-то мембрана, у вас есть сорбент тот или иной, вы погружаете в раствор, скажем, какая-то емкость, оно наполняется, дальше вы вынимаете, соответственно, все перерабатывается, и так вы постепенно чистите этот раствор. Это один из подходов, который как раз ТЭПКО, это для ТЭПКО, потому что делается, это вот компания, которая, как вы помните, эксплуатант атомной станции в Кусима, Аринах, которая как раз и отвечает за переработку и безопасность, вот, соответственно, очистку тех загрязненных территорий. А это фактически, возвращаясь опять вот то, что я говорил, да, это вот, ну, картинки, вот они, барьерные материалы, как раз, вот то, как это выглядит, вот Швейцария, в Альпах, в Гримсел, ТЭСАЙ, да, подземная глубинная лаборатория, на глубине там сотен метров, значит, 400-500 метров, вот вы видите эти штольни, вы видите, соответственно, значит, вот в этих каналах, вот эти канистры засыпаны сорбционно-активным материалом, глинистым и так далее, вот то, как это выглядит. Ну, и вот то, опять же, это то же самое, да, многобарьерная система. У вас есть емкость, у вас есть насыпной материал, у вас есть порода, которая все это, и в центре, в сердцевине является вот эта матрица, которая, соответственно, у вас должна определять вот эти поглощающие свойства. А засыпается все это глинами, прежде всего, бентонитовыми, монтмареланитовыми глинами, вот вы видите структуры, это алюмосиликаты, которые обладают очень высокой стабильностью и очень высокой сорбционной способностью, то есть, если даже все-таки вода попала, то вот эти глины, они должны сорбировать все вот эти опасные компоненты, прежде всего, патионные, которые будут, которые будут, будут вытекать из вот этих матриц. Происходит это за счет обмена катионов, вот такие, вы видите, тетраэры, октайдры, да, вот есть слой между этими структурами, вот этот слой, он заполнен обменными катионами, скажем, натрием, да, вот натрий очень легко обменивается на цезий, и вы получаете отличный сорбент по отношению к тем или иным катионам первой и второй группы. Очень высокая стабильность, механическая, очень стабильная, значит, стабильность радиационная, можно облучать на очень высокие радиационные поля, и они сохраняют свои свойства. Опять же, это дешевый, это природный материал, это глина, это глина, соответственно, вот то, как это, то, как это делать. Ну, что мы исследуем, какие свойства важны? Сорбционные свойства, то есть то, как они извлекают, а еще важна дешузия, то есть то, с какой скоростью происходит самопроизвольный процесс проникновения вот одного материала к другому. Вот вы видите, как этот все эксперимент ставится, значит, есть образец, значит, с одной стороны два одинаковых раствора, только с одной стороны в растворах введена радиоактивная метка, вот вы видите, желтенькая, да, с другой стороны это чистый раствор, и без всякого принуждения, то есть никакого давления нет, соответственно, растворы диффундируют через слой образца, и мы смотрим, то, с какой скоростью метка радиоактивная, да, она появится в чистом растворе, да, это может быть метка в виде радиоактивной воды, вот третий, да, это могут быть какие-то катионы, уран и так далее, и вот это вот очень важно, то есть мы исследуем сорбцию, и мы исследуем вот эти миграционные свойства, которые определяют диффундируют. Мы можем рассчитать, например, да, что у нас разные образцы, ну, не обращайте внимания просто названия, да, там, генпанит, десятый футер, это вот конкретное месторождение промышленное, это смесь бентонита и калинита, другой глины, вот мы получаем из экспериментов коэффициенты диффузии для воды, для хлора, а дальше, исходя из этого, мы можем предположить, что у нас толщина вот этого слоя барьера один метр, у нас есть исходная концентрация и постоянное граничное условие, то есть некая диффузия через вот этот метровый слой, мы можем посмотреть, через какое время, исходя из коэффициента диффузии, да, через какое время у нас этот радионуклит начнет выходить из этого метрового слоя, метрового слоя, значит, вот этого глиняного барьера, глиняного замка, вы видите, что вот, значит, насколько коэффициент диффузии, да, 10 минут 9-10-11, насколько это крайне сильно влияет на, соответственно, вытекание вот из скорость вытекания, да, в сутках из соответственно, вот этого слоя барьера. Ну и еще один важный момент, да, фактически продолжая, опять же, про объекты ядерного наследия, вот, ну, про один объект я сказал, это производственное объединение маяк, и на самом деле такие водоемы, может быть, в меньшей степени, они есть, на самом деле, ну, очень на многих предприятиях, те предприятия, которые функционировали еще там в 50-х, 60-х годах, когда, скажем, вопросами экологии, вопрос экологии были не на первом месте по своей значимости. Кроме того, соответственно, есть такие объекты, как аварийные территории, образовавшиеся, Чернобыля, вы видите, это просто вот картинка из статьи нашего обзора, значит, распространение, каким образом происходит, в виде частиц, поступает в водоемы, и дальше вся та совокупность большого количества реакций, которые идет, комплекс образования, сорбции, биосорбции, соответственно, биотрансформации, затем, с другой стороны, у нас есть такие объекты, как места проведения ядерных испытаний, опять же, значит, распространение с подземными водами, распространение в виде частиц, опять же, вся эта сложная совокупность того, что происходит. Ну и вот что очень важно, что нам важно не просто определить, что вот есть какой-то объект, и мы нашли, значит, вот какую-то картину, получили картину распределения тех или иных загрязнителей, определили, что, допустим, там Цезий мигрировал в загрязненной территории на километр. Эта информация не очень ценна, а ценна информация тогда, когда мы еще знаем, в какой химической форме все это происходило, то есть в какой химической форме присутствует тот или иной радионуклид, который, соответственно, мигрирует. И в зависимости от этого мы можем, зная химическую форму, мы можем, во-первых, построить, опять же, какие-то барьеры на пути проникновения вот этих загрязнителей, и, во-вторых, понять то, каким образом нам будущие объекты спроектировать, чтобы у нас то же самое не получилось в будущем, не получилось в условиях хранилища радиоактивных отходов. Но в свое время мы показали, вот плутоний, интереснейший элемент, мой любимый, фактически, с точки зрения химии, наверное, мало что может быть с ним сравниться, насколько он интересен, четыре степени окисления, которые могут быть в нормальных условиях, в условиях окружающей среды, с очень разной растворимостью, и плутоний традиционно считается малоподвижным, то есть не очень низкая растворимость, он тут же на всем сорбируется, и вообще говоря, он мигрировать не должен. Мы все время показали, что если у нас есть какие-то субмикронные частицы, коллоидные, которые на самом деле являются эффективными сорбентами, они облепляют, плутоний облепляют эти частицы, и дальше он транспортируется не в енной форме, не в растворенной форме, а в виде вот этих частиц, которые уносятся на большие расстояния. И согласно всем терминомическим предсказаниям, плутоний должен был мигрировать там на расстояние двух метров от источника, а он мигрировал на два километра. Вот это вот важная практическая вещь, которая исходит из того, что мы способны объяснить, каким образом это произошло. А произошло это именно вот за счет миграции, распространения частиц. Ну и дальше совершенно тоже многие вот очень интересные работы по определению форм, химических форм, в которых присутствуют те или иные радионуклиды. Это методы, основанные на синфротронном излучении, это методы Экзав, это методы Эксанос, это методы высокого разрешения, когда вы можете примесь, очень небольшую примесь одной степени окисления определить на фоне другой степени окисления, то есть у вас присутствует плутоний-4, как матрица, вы можете определить, допустим, там несколько процентов примеси плутоний-5, который является растворимым и так далее. То есть интереснейшие вещи. Вы можете определить то, что если у вас есть частица, то в какой форме этот радионуклид сорбирован, вы можете вот, скажем, с помощью метода Экзав, вы можете определить формы урана в силикатах, в силикатовых частицах, конкретные образцы с загрязненных территорий. Вы можете определить уран в частицах железоцитого шлака, то есть оксиды железа, вот дальше, соответственно, вот какое-то взаимодействие на поверхности. Вы можете легко с помощью методов, основанных на синфротронном излучении, понять, как же уран прицепляется к этим частицам. понять всю химию, стоящую за механизмами взаимодействия с одной стороны, а с другой стороны механизмами миграции на большие расстояния. Ну, вот одно из таких интересных исследований, которые мы делаем, ну, продолжаем еще делать, уже, наверное, лет около 10, частицам. Это вот то, о чем я сказал, да, то есть у нас есть природные коллоидные частицы, глины, оксиды железа, оксиды марганца, какие-то другие алюмосиликаты, кроме глин. И вот что происходит на поверхности. Там у нас есть оксид железа, гематит, и вот он взаимодействует с плутонией. Что же происходит? Вот оказывается, что плутония образует наночастицы с размером около полутора-двух нанометров на поверхности вот этого оксида железа. И вот справа это просвечивающая электронная микроскопия, дифракция электронная, видите, кусочек гематита оксида железа, вот видите, вот эти вот скопления вот этих отдельных наночастиц с очень маленькими размерами. Видите, маска здесь два нанометра. Да, вот полтора-два нанометра, это тут не что иное, как агломерация вот этих наночастиц диоксида плутония То есть мы знаем химию, стоящую за этими механизмами взаимодействия и дальше миграции. Соответственно, мы можем каким-то образом предложить то, каким образом можно уменьшить это распространение, эту миграцию. Вот интересные вещи вообще, что плутоний сам по себе, вот здесь 4 степени окисления, о которых я говорил, плутоний 3, плутоний 4, плутоний 5, плутоний 6. Исходно берем разные степени окисления. Оставляем на какое-то время, потом смотрим через достаточно короткое промежуток времени, смотрим, что же у нас в растворе образовалось. Оказывается, у нас образуются вот эти наночастицы. В растворе наблюдаются вот эти наночастицы размером 1,5-2 нанометра. И вне зависимости от того, что мы берем исходно, плутоний 3, плутоний 4, плутоний 5 или плутоний 6 с различной скоростью, но в конечном итоге мы приходим к тому, что у нас образуется плутония 2 в виде кристаллических наночастиц. При этом в составе этих частиц нет примесей вот этого окисленного плутоний 5, плутоний 6, либо восстановленного плутоний 3 вот на поверхности этих частиц. Это все тоже сделано на методами рентгеновского поглощения, на синхротронах, на синхротроне, на различных краях поглощения, М4 край, вы видите, электронные переходы, они здесь все проведены. Везде одно и то же. Что бы мы ни брали исходно, мы приходим к тому, что образуется наночастица плутония 2. Ну вот то же самое. Это вот спектроскопия высокого разрешения. И вот вы видите, как сильно различаются вот эти спектры. Вы видите, что мы можем примесь одной степени окисления на фоне, соответственно, большого количества или там доминирующей другой степени окисления определить. А вот, кстати говоря, вот такой тонкой линии, да, вот на самом верху, вот здесь подписано плутония 2 ХАС, это рентгеновский спектр поглощения обычный, то есть невысокого разрешения. Видите, насколько мы можем увеличить ту информацию, которую мы получаем, если мы переходим от обычного ксануса к ксанусу в режиме ХЕРФ, в режиме высокого разрешения. Ну, что было тоже интересно. Вот когда мы берем плутоний 6, это растворимый. Мы берем растворимый плутоний 6, составляем в растворе. Медленно происходит. Мы в конечном итоге тоже получаем вот эти наночастицы диоксида плутония. Но что происходит? Сначала растворимость увеличивается. У нас медленный процесс в начале восстановления от плутония 6 до плутония 5. Он более растворим. А дальше медленно и медленно. Видите, сколько здесь времени? Сотни часов, да, и так далее. Мы медленно скатываемся опять вот в эти наночастицы плутония, наночастицы плутония, диоксида плутония. Но что же это за фаза плутония 5? Вот мы впервые показали, что, вот видите, здесь внизу так вот, да, мы берем то, что я сказал, плутоний 3, плутоний 4, плутоний 5. Быстро из них образуются частицы, наночастицы диоксида плутония. А в случае, когда мы берем плутоний 6, у нас в конечном итоге тоже образуются частицы диоксида плутония, но через образование вот этой впервые нами определенной неизвестной фазы, содержащей плутоний 5, и мы вот впервые определили, что это смешанный карбонат плутония 5 и каких-то катионов первой А-группы. Это может быть натрий, калий, аммоний и так далее. Ну вот, в том числе, да, для нас очень приятно, что была опубликована статья в высоком рейдинг-мазурнале Ангиванта Кими в конце 2019 года, и даже мы попали на обложку с вот этим выпуском Ангиванта Кими, что, конечно, как вы понимаете, для радиохимиков достаточно редко бывает. Ну, другие вот важные такие вещи, которые химики, материалы веды с использованием синхротронного излучения могут делать. Мы вот, смотрите, да, тоже важные вещи. Вот где начинается нанохимия? На графике слева вы видите, насколько наночастицы могут отличаться от микрочастиц. Когда мы имеем дело с размерами меньше 5-6 нанометров, то у нас резко различаются свойства. Различаются свойства за счет того, что количество атомов на поверхности, где координационные числа меньше, чем тех атомов, которые находятся внутри. Кроме того, вот эти леганды, которые окружают, да, там, карбонаты, вода, они как бы имеют эффект такого распуширивания, да, вот этих атомов. То есть у них координация на поверхности отличается от той координации, которая есть внутри. Отличается в том числе, например, параметр решетки. Вот Торио-2, например, он, видите, как сильно различается, да, в зависимости от того, имеем мы дело с микрокристаллическим, либо с наночастицами кристаллическими Торио-2. Вот тоже очень интересные такие структурные изменения. Ну и вот просто такие базовые вещи, два слова хотел бы об этом тоже упомянуть. Насколько, ну мы постоянные пользователи синхротронов, насколько вообще это богатый набор методов, когда вы одновременно можете облучать вот этим потоком монохроматизированного рентгеновского вылучения в той или иной диапазоне, соответственно, длинволна, облучаете образец. И дальше вот в зависимости от того, что происходит, у вас происходит, значит, поглощение, соответственно, вы меряете то, что прошло. Вы можете, значит, флуоресценцию мерить, вы можете фотоэмиссию мерить, вы можете эластичное, elastic and elastic scattering, да, соответственно, мерить. Вы можете вот огромное количество методов, которые позволяют вам, ну там, фотоэмиссия, да, это не что иное, как XPS, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Флюоресценция, это, соответственно, может быть либо рентгеновская флюоресцентная спектроскопия, либо, соответственно, рентгеновская абсорбционная спектроскопия в режиме XAVS, XANOS. Трансмиссия тоже самое, это рентгеновская спектроскопия, поглощение, значит, дифракция и так далее. То есть вы, облучая образец, который, ну, представляет собой чаще всего микрообразец, вы можете получить с очень высокой чувствительностью. То есть вот представьте себе, мы сейчас мерили образцы на СРФ, это Европейский Центр Синкреатронного Излучения в Гренобле, образцы, в которых интересующий нас элемент представлен в концентрации 10-8, 10-9 моль, моль на литр, да, то есть это настолько, ну, или там, моль на грамм, да, это настолько низкие содержания, что, ну, не каждый даже аналитический метод, который позволяет определять общие содержания, могут такое почувствовать. А вот с этой очень высокой яркостью вот этих вот рентгеновских, рентгеновское излучение мы позволяем, позволяет спускаться до очень-очень низких концентраций, то есть тех концентраций, которые реально окружающиеся в тех присутствуют. То есть есть возможность в том числе измерять реально загрязненные пробы, чтобы понять, что же в них происходит. Не просто общую концентрацию определить, а определить то, в какой химической форме и что дальше с этим делать. Дезактивировать, собирать, захоранивать, да, то есть всю ту совокупность методов, которые потом обработки вот этих загрязненных объектов территории, которые мы на самом деле можем применить. Дальше, ну просто картинка, что у нас есть, вы знаете, синхротрон, который мы тоже активно используем в таком массовом порядке. Это в Курчатском институте, соответственно, Курчатский источник синхротронного излучения. Сейчас строится активно СКИФ, это синхротрон, соответственно, четвертого поколения в Новосибирске. Ну, под вопросом, неизвестно будет ли, но даже этого достаточно уже двух. Это синхротрон на острове Русский, это, соответственно, на Восточном федеральном месте. Там, может быть, различные планы обсуждаются, что, может быть, синхротрон, который в Курчатском институте, он будет перемещен на Дальний Восток, а в Курчатском институте будет новый строиться. Это планы самые различные, тем не менее, возможности для работы, они есть, и они очень сильно расширятся, по меньшей мере, с вводом в эксплуатацию СКИФа, который активно на самом проекте строится. Ну, и кроме того, я хочу сказать о том, что есть огромное количество международных проектов, но для нас, прежде всего, интерес представляет СРФ, European Synchronization Facility, европейский синхротрон, где Россия сейчас, если меня память не подводит, шестьюпроцентными акций государства, то есть мы являемся полноправными членами СРФ, и, соответственно, там огромное количество самых различных станций, в том числе для нас интересные станции, которые позволяют мерить радиоактивные образцы. И вот не так давно на СРФ была произведена модернизация, которая позволила резко увеличить яркость, то есть количество фотонов, вот этих вентгеновских квантов, на радиан, на единицу времени, в секунду, и позволяет сейчас получать информацию о химическом состоянии, либо атомографии какой-то образца, очень низких концентраций, о чем я вам только что рассказывал. Еще один проект, конечно, очень-очень интересный, который непосредственно связан с исследованием структуры сложных объектов, таких как вирусы, например, это XFL, то есть это лазер на свободных электронах, когда вот яркость вот этого единичного пучка настолько высока, что, естественно, он сжигает все на своем пути и сжигает, естественно, то есть сжигает, естественно, ту молекулу или ту наночастицу, либо тот объект, на который он попадает, но скорость, с которой происходит деградация, уничтожение этого объекта, с одной стороны, а с другой стороны скорость, с которой происходит считывание структурной информации с единичной молекулой, то есть это единичная молекула, импульс попал в какой-то единичный вирус, и тут же появилась вот эта структурная информация об этой молекуле, об этой наночастице, об этом вирусе и так далее. Так вот, скорость деградации, с которой он сгорит просто, она, ну, если мне память не изменяет, я могу ошибаться, но, по-моему, на полтора-два порядка меньше, чем скорость, с которой мы мгновенно получаем вот эту структурную информацию. Удивительная вещь, там, значит, Россия 25% уже обладает, соответственно, вот оба этих объекта крупных, мега-сайенс-установок и СРФ, и Эксфель, это так называемые установки мега-сайенс-класса, и они являются пользовательскими, то есть вы можете туда подать заявку, получить пучковое время, более того, вам еще поплатят там пребывание, проживание и так далее, но надо пройти конкурсные процедуры. Другой вариант, которым мы тоже очень активно пользуемся, это, соответственно, так называемый инхаус, то есть когда вы коллаборируете, взаимодействуете с тем или иным ученым, который работает на этой линии, ему просто интересны те задачи, и вы с ним вместе решаете какую-то задачу. Вот те примеры, которые я показывал с плутонием, это как раз, ну, мы в значительной степени работаем совместно вот с немцами и с французами по решению вот таких интереснейших фундаментальных задач, связанных с наночастицами, то, как они образуются, какими свойствами обладают, как переходят одну в другую, какова их структура и так далее. Ну и, наверное, я даже, как говорится, и даже чуть-чуть раньше, спасибо за внимание, на этом, наверное, закончу. Спасибо. 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 Спасибо.